Победил ли Путин? Что-то я не уверена. Вот я тоже. У меня в этот вопрос, а вот что он выиграл от этой смерти? Что? И что хотел выиграть, Ольга? Ну, он выиграл, ушел. Больше не существует физически самораздражающий его человек в мире. Его конкурент, который не боялся называть вещи своими именами, второго такого нет. И рождаются такие люди нечасто. Все это понятно. И Путин его боялся, боялся, боялся. И, наверное, посчитал, что нет дела, нет тела. Что сейчас все это... Он перестанет существовать, перестанет писать свои страшно талантливые заметки. И участвовать все равно из зоны особого режима политической жизни страны самым-самым невероятным и самым действенным образом. Сейчас он исчезнет, и все. И больше ничего не будет. Это не так. Это не так. И вот Гарри Каспаров, известный всемирно шахматист и оппозиционер, он говорит, что даже тень Навального это страшная угроза режима. Что он вкладывает в эти слова? Да, потому что все, что сделал Навальный, это никуда не уйдет, никуда не денется. И за дворец в Геленджике, и он во мне Димон. И за все это придется ответить. Не этим, так другим. Потому что это поколение, которое участвовало, оно будет жить. Оно будет жить тогда, когда все кончится. И еще очень важная вещь. Еще, мне кажется, очень важная вещь. Это все случилось фактически на одной неделе. В течение семи дней. Когда Путин дал интервью Карлсону, и все увидели. Я сейчас воспользуюсь терминологией Бориса Немцова. Что он ебаный. Ну да, да, просто все. Даже те, кто раньше не смотрел, не видел и, может, вообще не разбирался. То теперь весь мир еще видит, что он не просто вот это вот. А еще убийца. Если с Немцовым, там совершенно очевидна, да, причастность Кадырова. И в конце концов, ну, не доказано, да, это могло быть такое вот ритуальное убийство, что Путину сделать приятное. Так же, как Анна Политковская была жертвой на день рождения Путина, да, это подарок от Кадырова, скорее всего, было так. Ну, то есть, весь мир не видел очевидности, да, какие ваши доказательства, что именно Путин убил Немцова. то сейчас какие нужны еще доказательства? Президент Украины Владимир Зеленский, президент нашей страны, которой Путин является убийцей десятков тысяч наших мирных граждан и наших военных, и потом радуется, что он берет за 10 лет стертые просто с лица земли населенные пункты небольшие, и говорит, что у Путина два выхода. Либо сесть на семи подсудимых, либо быть убитым одним из своих приспешников. И мне даже второй нравится больше, чем первый. Как вы полагаете, он реалистичен? Вы знаете, я думаю, что когда Путин умрет, а это, понимаете, мы с вами до этого доживем, мы с вами это увидим. Более того, у нас у всех, например, задача у всех. Да, главное. Жить до этого. Да. И речь своих, и показать им мертвого диктатора, да, сдохшего. Когда мы до этого доживем с вами, это прямо скоро будет, я не думаю, я не думаю, что найдется хоть один человек, который скажет, что его не убили свои же. Мы же с вами и до сих пор не уверены, как умер Сталин, как сдох Сталин, да. Понятно, что он лежал на полу, и лежал долго, и охрана боялась кого-то вызвать. И, в общем, ему дали умереть. Не знаю, могли ли его спасти, но то, что ему помогли, это просто видно по документам, да. Я бы очень хотела, чтобы Путин лежал в луже собственной мочи, сутки другие, и, ну, если не кто-то отравил, то просто не подошли бы. Просто бы не подошли так мыском, лакированным. Отодвинули его, и пошли бы дальше, и шагнули. И плюнули бы еще. А если мы говорим о приспешниках, которые могут сейчас возбудиться, запереживать, понять, что, в принципе, они следующие, кто там знает, что он пишет в своих папочках, или что ему приносят на завязочках, то они готовы будут на этот шаг, или все-таки будут терпеть, не спать ночью, пить валерьянку? Ну, вы знаете, да, похоже, что это группа риска, ничего не поделаешь, так же, как Пригожин. Вот, слушайте, это путинский повар. Человек, из рук которого Путин делал 20 лет, а то и 30, да, но ближайший человек. Не герой наших частых бесед, но фигурант. Но, тем не менее, да, тем не менее. Если вспомнить еще другие странные-странные смерти вокруг Путина, ну, собственно, всякое могло быть. Даже, простите, смерть Собчака. Она не была естественной, я напомню вам. Человек умер, да, в молодом возрасте при очень странных обстоятельствах, связанных еще и с дамами. В общем, это такой типичный, какой-то КГБшный почерк. Много чего еще было. Много было странных смертей при Путине. Причем, действительно, близких людей. А Собчака вот он вот считает своим учителем. Роман Цепов, который очень много знал. Много чего. Там много чего, много чего было. Маневич, вице-губернатор при Путине. Насколько я понимаю, заказчика убийства до сих пор не нашли. Там можно перечислять и перечислять. Это все был очень ближний круг. Очень ближний. Слишком много знали. Но все-таки, какую опасность и почему именно сейчас для Путина составлял Навальный? Ну вот, ну... Или это просто дело для него было душевных терзаний добить? Нет, вы знаете, я глубоко убеждена в том, что все началось с того, что Навальный должен был как-то умереть потихонечку сам. Но он вдруг ворвался в электоральный процесс яркой звездой. Он же начал писать и возбудил дискуссию среди оппозиции. Как мы участвуем в выборах? Тут же начались дебаты с Кацом, с Волковым, там туда-сюда. Все со всеми переругались и так далее. И это было для всех важно. Если пока Навальный не написал ничего, всегда выборы. Да, ну что там? А он вопрос этот поднял, заострил и просто вот стало горячо. Нам стало всем понятно, что как-то надо что-то делать. И тут же пошла реакция. Тут же. Его самого тоже перевели и дали ему единое помещение камерного типа. Тут же посадили его адвокатов. И двоих объявили в розыск. Все это случилось тут же, немедленно. И укатали его в ХАРП. И ведь, когда он вернулся, он снова, он понимал это прекрасно, что все за выборы. Но вы знаете, я очень редко соглашаюсь, когда с предсказаниями Александра Глебовича Невзорова, то, что было предсказание, что это еще не все, на что Путин способен, я вот почему-то верю в свято. Я не думаю, что может быть удар больше, чем смерть Навального, чем убийство Навального. А если подумать, то на самом деле можно и найти кое-что и побольше. Ого, а что? Ну, ядерный взрыв, например. Ядерная. В космосе, на Сибири или на Земле? Невозможно предсказать действия сумасшедшего. Все, что можно предсказать, это смерть Навального. А все остальное, увы, мы имеем дело, наверное, с самым опасным сейчас живых существ на Земле.